майский вечер питер и рубрика moto зона в которой сегодня самая настоящая красота я вообще уверен в том что если вы включили этот видос потому что любите ворот досмотрите до конца скорее всего не из-за меня из-за этой штуковины это работа компании маткастом но мата звучит эффекта раньше moto ателье они назывались теперь вот сделали легкий ребрендинг это harley-дэвидсон верот как по-моему очевидно чем он прекрасен парни его изрядно доработали доработали удачно во всяком случае достаточно удачно для того чтобы получить первый приз в номинации кастомов на базе harley-дэвидсон на московской выставке moto весна это кстати говоря кое о чем говорит потому что вообще когда кто-то берется за перепил harley с целью победы на каких-то вот соревнованиях верот советуют не брать потому что это такая протоптанная дорожка потому что берется верот ставится задний каток и вроде бы все это уже делали смотрите какая тут у нас история вообще если брать техническую основу мотоцикла то вот знаете ровно первая половина байка по большому счету осталась очень близкой к стоку вторая нет нет и еще раз нет но начнем сначала чтобы было насколько это возможно логично переднее колесо конечно заменили по сути дела это задний каток широченный такой знаете для переднего колеса но в этом фишка в этом часть стиля компании которая машина строила вилка в общем тоже доработанная потому что траверсы делали на станке из чпу они такие знаете достаточно изящные тут в общем много работы но в общем и целом это еще не самая фишечка тем не менее пластиковый обвес его делали по моему в городе белгород это не маткастом собственными руками создавали тем не менее интересная штука потому что она на самом деле монолитно все вот это оперение это одна большая деталь это кстати говоря интересно руль у нас стоковый кстати забегая вперед скажу я уже на нем покатался вот лично для меня стоковый руль предпочтительнее потому что фактически посадка осталась как у вирода он вроде бы такой знаете бодрый агрессивный байк крутой но при этом сидишь на нем ровно спина не устает можно поставить агрессивную палку все это круто выглядит но ты уже вот так и далеко не каждый человек способен в такой позе ездить долго он круто выглядит но спина у него болит здесь никаких нюансов дальше дальше мы подбираемся к самой самой главной истории и лучше бы нам посмотреть на мотоцикл сзади каждый уважающий себя harley davidson virot должен иметь огромный задний каток здесь 330 колесище прямо скажем которая надета на алюминиевый диск который опять-таки парни сделали сами у себя в мастерской диск красивый классный кстати говоря тормозной диск тоже их фирменный все это как бы круто хотя как бы потому что они способны на больше уже на следующих проектах будут трехмерные диски там будет все еще интереснее но и тут диск хорош однако главная фишка этого байка в задней подвеске вот пожалуй что именно задняя подвеска стал тем фактором который привел к получению того самого первого места на выставке потому что видите этот желтый амортизатор это еоленс который в принципе ставят на мотоцикла куда более спортивного толка в нем куча всяких настроек принотяг пружины настройки отбой сжатия в общем все хорошо все сложно все нарядно но самое интересное подвеска в которой его пристроили потому что чтобы добиться вот этого модного эффекта заднюю подвеску пришлось придумать тут есть интересный нюанс потому что технически она изредно напоминает подвески спортивных автомобилей спорткаров я сейчас не буду сыпать названиями но наверняка слышали такое слово зачитание как пуш рот это когда амортизатор работает не как обычно то есть одна точка крепления в подвеске а вторая ну где-то условно говоря на кузове а он работает через специальную штангу здесь эта штанга находится вот в этом месте и вся эта система работает таким образом что амортизатор работает нажатие ну как и полагается не на растяжение как в некоторых других моделях того же харлея но при этом работает по достаточно изощренной прогрессивной схеме иными словами из-за вот этого рычага получается история такая что на небольших неровностях амортизатор слегка сжимается чем больше неровность тем активнее он работает более того вся эта штука она выпилена из металла опять же на том же самом станке с чпу если вы думаете что сделать это просто то зря вы так думаете потому что фактически парни которые мотоцикл создавали а точнее тот парень который у них главный по компам по моделированию и по выпиливанию всей этой красоты на станке он бодался с этой историей пять месяцев кряду причем права на ошибку у него не было потому что если ты выпиливаешь вот такого вот размера металлическую деталь то это очень дорогая история если ты там накосячил то эта ошибка она дорогого стоит на самом деле поэтому всю эту конструкцию сначала на компьютере придумали на компьютере посмотрели в некотором роде на компьютере протестировали и уж только потом начали создавать и устанавливать получилось на самом деле очень круто потому что но таких конструкций мало по большому счету вот именно таких задних подвесок на виродах нет что-то похожее можно найти именно так пока не реализовывали. Вроде бы. Я, во всяком случае, не видел парня тоже. Поэтому эта вещь уникальная. Еще надо сказать, что создавая всю вот эту технокрасоту, парни подумали об одной очень важной вещи. Как сделать так, чтобы кастомная задняя подвеска с таким вот консольным подвесом колеса, самим здоровенным колесом, вообще со всей вот этой вот историей, была спроектирована так, чтобы для ее установки стоковую раму Harley и вообще вот V-Road не надо было особенно переделывать. Не надо было отпиливать кусок бака, не надо было резать раму. То есть, как сделать так, чтобы эта задняя подвеска в принципе ставилась и снималась в ограниченные сроки и без повреждения мотоцикла? Сделали. По факту у них были другие похожие проекты, но этот сделан именно так, что вот эта задняя подвеска, она ставится на абсолютно стоковый мотоцикл. Вот это, кстати говоря, фишка. Фишка на самом деле даже более ценная, чем иные переделки под корень. В остальном есть какие-то нюансы, которые, на мой взгляд, не имеют решающего значения на фоне вот этой самой роскошной подвесочки. Так что теперь, я думаю, надо просто завести эту штуку, на ней прокатиться и по возможности сделать какие-то выводы. На мой взгляд, тюнинг V-Road это очень интересная вещь, потому что, с одной стороны, это изначально модель яркая, наглая, беспардонная, мощная, ну, такая вот, знаете, задиристая. И когда ты его перепиливаешь, ты не можешь обойтись полумерами. Уж либо делаешь, либо не делаешь. А тут третьего не дано. Но при этом, перепиливая его, нужно сохранить главное. Нужно сохранить стилистику. И вот, знаете, душу, что ли, этого байка. Вот парням это удалось, потому что они фактически придумали заново заднюю подвеску, но при этом, в общем и целом, V-Road остался V-Road. Вот в этом отношении они молодцы. И самое главное, визуальная составляющая. Потому что действительно лютее, свирепее он стал. И еще наглее, еще беспардоннее. Не знаю, помните ли вы об этом, но вообще-то Харли Дэвидсон снял с производства эту модель. Потому что она вроде как отжила свое в качестве серийного мотоцикла. Да, мне жалко, конечно, многим жалко. Но, по счастью, такие проекты не дадут нам забыть про Veroad еще очень долго. Что касается набора покрышек, назовем это так. Да, заднее колесо огромное. Не максимальное, не 360-е, но все равно то еще колесико. И переднее. Но, в общем, этот комплект работает довольно приемливо, на мой взгляд. По большому счету, ребятам надо еще поэкспериментировать с подвеской, с ее настройками. Итак, сегодня первый выезд этого мотоцикла, поэтому какие-то вещи нужно сбросить со счетов. И принять за данность тот факт, что заднюю подвеску, конечно, еще хорошо бы немножечко настроить. Потому что пока она работает не совсем оптимально, но это исключительно вопрос настроек. То есть с конструкцией все ок, а вот амортизатор еще надо как-то немножечко полечить. Но это, в конце концов, бог с ним. Но вообще, вот этот вот огромный задний каток, он, конечно, как ни крути, увеличивает неподрессоренные массы. Они изготовили его сами. В общем, достаточно скромная цифра, но все-таки неподрессоренные массы высоки. И заднее колесо любит жить своей очень интересной, насыщенной, но не связанной с мотоциклом жизни. Вот это, конечно, специфика. Но опять-таки, если ты заказал себе такое колесо назад, ты должен сразу понимать, что мотоцикл не будет ехать как стоковый. Это жертва, на которую ты идешь ради понтов. Ну, именно такой расклад, понимаете? Вообще, Верот изначально невероятно кайфовая штука. Это вообще такой байк, который вы либо считаете уродством, извращением и надругательством, над традициями Харли Дэвидсон, либо вы в него влюбляетесь и говорите, все, вот мой Харли и других мне не надо. Вот этот мотоцикл сохранил ту самую, такую, знаете, бритвенную, я бы сказал, харизму, потому что он заводной, чертовски. Верот остался собой еще и потому, что пары не слишком жестили по части изменения, ну, конструктива назовем это так, потому что мотор, как я понимаю, стоковый, вилка тоже стоковая, то, собственно, задняя подвеска допилена, но и внешность, конечно. И ехать на нем прикольнее, чем на обычном Вероте, потому что, ну, вот перед тобой этот кастомный обвес, перед тобой еще кое-какие не серийные элементы. То есть, ты, в принципе, понимаешь, что твоя машина необычна. Ну и звук, конечно. Звук такой, что сигналки срабатывают. Такой хороший, добрый звук, правильный. О, слыхали? Это оно. Это Харлей проехал. На весь проект у ребят ушло что-то около полугода. То есть, как обычно, взялись осенью, вилку начали делать, по-моему, зимой. И, разумеется, как это всегда бывает, доделывали буквально в последние там сутки перед выставкой подбивали хвосты, скажем так, что-то допиливали, что-то доруливали. Поэтому, ну, по-серьезному говоря, в каких-то мелочах над мотоциклом еще можно поработать, но в целом, по-моему, образ готов, образ завершенный и гармоничный. Мне такие штуки нравятся. Тут еще с приборкой не все нарулили, а на Авероде очень сложно понять, на какой ты передаче едешь. То ли третья, то ли вторая, то ли что вообще. Поэтому я немного путаюсь. Но это во мне проблема, не в мотоцикле, по большому-то счету. В целом, ядерная штука, бомбовая. Парни, молодцы. Ну, в общем, покатались и будет, пожалуй. По сути, что хочу сказать. Вот лично мне в этой машине симпатично то, что она ужасно харизматичная. То есть, ты на нее садишься и если ты масло в байке любишь, ты говоришь, все, круто, мое, беру. С точки зрения кастомайзинга как искусства, можно сказать, что эта вещь относительно проста. В ней есть одно интересное решение, а все остальное сделано по классике. Да, это так. Но это мотоцикл, который строят для людей, которым вот нравится вероды, которым вот этот веродный кайф по душе. И далеко не всегда какие-то запредельно смелые эксперименты придут с им в жилу. Это мотоцикл, удачный проект для человека, который на нем действительно собирается ездить. Вот в этом главное достоинство этого экземпляра. Парни из Маткастомс молодцы, я считаю. У меня, в общем, все. Увидимся в следующих видосах. Лайки, дизлайки, комменты про Лысину. Все как положено.